Ну что, мы с вами в прошлый раз остановились на вашей истории про Рейки. И буквально вы два слова сказали про Мэнчо. Мы можем с этого момента и продолжить вашу историю. То есть про Мэнчо, про Ламуеша и все, как дальше по истории шло. И в конце, если останется время, то вопросов у нас их действительно много. Так что вам слово. Ну я думаю, время на вопросы обязательно нужно оставить. Потому что это то, что как раз волнует всех, кто задавал эти вопросы. Ну хорошо. Добрый вечер всем, кто присоединился. Значит, на первой встрече действительно я рассказывал больше про универсальные Рейки. Вот сейчас Олег попросил рассказать про Мэнчо Рейки. Хотя я всегда говорю для студентов нашей школы, что как бы если вы только занимаетесь универсальной Рейки и пока не думаете идти в Мэнчо Рейки или почему-то вас туда не тянет, то вы не чувствуете, что вы чего-то не доделали, чего-то вам не хватило. Почему? Потому что это как бы сделаны таким образом две школы, что они абсолютно самодостаточные. То есть универсальные Рейки, вполне самодостаточная школа. По ней можно пройти все ступени до полного просветления. И она дает все абсолютно инструменты, которые позволяют вам решать свои собственные вопросы, начиная с состояния здоровья, потом взаимоотношения в семье, взаимоотношения в обществе, ну и даже помогать людям. Вот, хотя я всегда придерживаюсь взглядов таких, что если, допустим, всех в этом мире настроить в Рейки, и каждый будет заниматься сам собой, то не останется тех, кем нужно заниматься. То есть вот чем меня и привлекает школа Рейки, что она доступна всем. И если больше и больше людей к нам приходит, то остается все меньше и меньше людей, которыми нужно заниматься или которым нужно помогать. Поэтому универсальной Рейки самодостаточно. И если по каким-то причинам вам не хочется идти в Менчу Рейки, а это уже буддизм, это уже связано, ну, каким-то образом с религией, хотя мы берем только философский в основном аспект буддизма здесь, в этой школе. Вот, но все равно, это, во-первых, и требует времени, ну, наверное, на порядок больше времени практиковаться. Если, вот мне даже такой вопрос задавали, как же совмещать практики Рейки и повседневную жизнь, и еще и работу, да? То есть семейную жизнь, еще и работу. Да, действительно, если вы будете по три часа, по два, по три часа в день медитировать, это, конечно, хорошо для вас, для вашего благосостояния, но какие-то, значит, стороны вашей жизни будут немножко страдать, потому что, ну, времени всего 24 часа в сутки. Ну, хорошо. Итак, что такое Менчу Рейки? Ну, само название. Это название придумал Лама Йоши, то есть тот, кто, в общем-то, основал это Менчу Рейки как учение. И когда он это название придумал, он говорит, что это в качестве благодарности Тибету. Несмотря на то, что буддизм изначально вышел, допустим, из Индии от Будды, да? Но так как он в основном расцвел в Тибете, и весь мир практически знает его как тибетский вариант, ну, западный мир я имею в виду, потому что понятно, что восточный буддизм, там, японский, китайский и так далее, он пришел напрямую из Индии, минуя Тибет. Вот. Но Лама Йоши, он лама тибетского буддизма, друг Пакагью. Его звание, так скажем, девятый друг Мар Римпоче, то есть линии друг Пакагью. И, естественно, это девятая реинкарнация. То есть для меня он просветленный человек, хотя он воинственный лама. И если вы увидите видео, а я рано или поздно начну эти видео выкладывать, моих семинаров у него, или моего приезда к нему, к Ламе Йоши, он мне позволял снимать практически все, ну, может быть, кроме самих посвящений. И у меня, наверное, больше ста часов этих видео, и я буду их, так сказать, по темам выдергивать, то вы увидите, что это действительно очень воинственный такой лама, и, ну, на ламу он меньше всего похож в том виде, в котором мы привыкли видеть в Тибете, в Непале, там, в Бутане, да. Вот. Он придумал этот термин, или принял этот термин, Мень Чо Рейки, Медицинское учение Рейки. И составил эту школу таким образом, что она состоит, или опирается на три больших столба. Первый столб, это те материалы, которые пришли от доктора Усуи. Мы в нашей школе называем их оригинальные, изначальные материалы, да. Мы ни с кем не спорим, потому что много других школ будут говорить, что они связывались с японской школой, Рейки Гакай, там, или с выходцами из этой школы, и у них какие-то другие техники, которых нет, допустим, у нас. И мы можем в этих спорах провести, ну, так сказать, всю свою оставшуюся жизнь. Поэтому изначально и лама Йоши, и я всегда поддерживаемся такой политикой, что мы считаем, что вот это вот для нас правда, и мы этими, так сказать, вещами занимаемся, ни с кем не спорим, никому не навязываем. Итак, первый столб, это то, что пришло от доктора Усуи, то есть это то, что отец лама Йоши, будучи капитаном оккупационной американской армии в Японии, приобрел в материалах или в сундучках во время своего посещения храмов. Я об этом чуть позже расскажу, как это произошло, по крайней мере, по описанию лама Йоши. Но это первый столб. Второй столб, это то, что лама Йоши и его учитель, коренной учитель, Ценцея Римпоче, у которого на хранении все эти материалы в Тайване, в тайваньском монастыре находились и находятся, то есть самого Ценцея Римпоче уже нету, но его дети, они как раз, его сыновья возглавляют этот монастырь и до сих пор все эти материалы там хранятся. Потому что, как только Менчур Рейки появилась на небосклоне и лама Йоши стал преподавать, шум пошел по всей коммуне Рейки и не только по коммуне Рейки, а по всем эзотерическим школам. И лама Йоши приезжали, предлагали, там давали очень большие деньги. Ну вот он называл цифру 200 тысяч американских долларов. По тем временам, там 20-30 с лишним лет назад, это были громадные деньги. Вот, чтобы он отдал эти материалы. И поэтому он решил от греха подальше хранить их в монастыре, все эти материалы оригинальные. Занимаясь, естественно, переводом с тех копий, которые были сделаны. Значит, Сен-Сен-Сен-Рим-Па-Че, лама Йоши, они вместе составили или надергали, так можно сказать, из четырех основных тибетских школ буддизма те хорошие, эффективные практики, которые могли бы пригодиться практикующим Менчур Рейки. Значит, Менчур Рейки школа изначально направлена таким образом, что мы целители в этой школе. То есть, в основном, конечно, так как доктор Усуй был целитель, мы применяем все методы, которые можно использовать для целительства. Начиная с обычного физического целительства, эликсиров, энергетического целительства, ну и заканчивая, конечно, высшим целительством, это просветлением, да, то есть той целью, которую любая буддистская школа как раз и ставит для себя как главной целью. Итак, это второй столб. Тибетские практики надерганные изо всех четырех основных школ. А так как Лама Йоши получал посвящение от руководителей всех этих основных четырех школ, он с ними лично был знаком. Он встречался на их съездах, в том числе с Далай-Ламом. У него есть сертификат от Далай-Ламы, что он действительно реинкарнированный Ламом. Он проходил трехлетний ретрит Ламы, то есть действительно у него есть это звание. Хотя он говорит, мне это, в общем-то, наверное, было не нужно, но как бы вот положено было так пройти, чтобы подтвердить свое звание на реинкарнацию. И третий, третий столб, если так можно назвать, это вот те озарения, те практики, которые Лама Йоши посчитал нужным добавить к нам в школу, в школу Менчуреки, из своего собственного опыта. А так как он у нас достаточно продвинутый Лама, в том плане, что у него, ну вот по-западному, если говорить, три высших образования. Первое высшее образование – это доктор, то есть медицинское образование в Канадском университете он получал. Он психиатр. Он психиатр, и он специализировался, и даже программы составлял по реабилитации, значит, участников боевых сражений. Ну, в то время, значит, он концентрировался на американской армии, которые, значит, солдаты были после Вьетнамской войны. Ну, и других конфликтов. У них куча конфликтов по всему миру. Вот. Это его первое высшее образование. Второе высшее образование, значит, он после того, как его распознали как реинкарнацию, первым его распознал как раз Цен Цей Римпоче, но он ему об этом напрямую не сказал. Он провел с ним несколько вечеров при первой встрече, там, беседах и так далее, и так далее, и, так сказать, заложил в нем желание заниматься буддизмом более полно. Произошло это тогда, когда Лама Йоши уже после университета служил в армии и проходил, значит, эту службу на Тайване. Значит, и ему положено пройти было армейскую вот эту службу. Почему? Потому что папа генерал уже к тому времени был. Ну, и как бы у них по роду положено было там иметь воинское звание, да? Вот. И все, что ему посоветовал Цен Цей Римпоче, это обязательно съездить в Непал и познакомиться с великими ламами там. И он даже дал рекомендательное письмо, чем, в общем-то, Лама Йоши воспользовался. То есть, он ушел из армии и поехал в Тибет, где как раз встретился с 16-м Кармапой. И вот уже сам Кармапа 16-й, он его как раз и распознал как реинкарнацию. И он у него был, ну, так сказать, первым наставником, учителем. И он уже отвечал за его подготовку как реинкарнированного Лама. Трехлетний ретрип, потом он направлял его в различные монастыри к великим Ламамам получать определенные посвящения, которые трудно было, допустим, получить. Там же, в Катманду. Вот. И таким образом, Лама Йоши был знаком и получал посвящение от руководителей всех основных четырех школ буддизма. То есть, он очень хорошо разбирается в тибетском буддизме. Плюс, он прошел обучение японскому буддизму, шингон-буддизму. И это было не в Японии, это было в Америке, когда он, значит, встретился с японским, в общем-то, это американский лама, но он был лама шингон-буддизма. Тоже бывший боевой офицер, разведчик. Значит, этот разведчик помогал Далай-ламе сбежать от китайцев, которые охотились за ним. И когда молодой Далай-лама со всем своим дворцом убежали в Индию. И вот этот разведчик был ранен во время этих боев и потом посвятил остатки своей жизни изучению шингон-буддизма и уже был достаточно взрослый, на пенсии. И вот он передавал эти знания ламы йоши уже на западный манер, так скажем. То есть, лама йоши знал и, в общем-то, японский шингон-буддизм тоже достаточно хорошо. Вот. И третье образование, высшее образование у лама йоши это парфюмерия. То есть, у него всегда была тяга, особенно после ознакомления тибетских методов изготовления и зарядки эликсиров. То есть, он понял, что одной химии недостаточно, нужна высшая энергетика, высшие силы, чтобы эти эликсиры работали совсем на другом уровне. И у него была возможность поучиться в самом престижном колледже, который обучает парфюмеров в Швейцарии. Значит, у него вот это приравнивает с высшим образованием тоже. И очень интересно, что именно вот это парфюмерное образование, оно как бы было его основным источником дохода. Почему? Потому что, во-первых, ему это очень нравилось. Во-вторых, он готовил такие эликсиры, ну, понятно, что для открытия третьего глаза, там, соединения на расстоянии, то есть, в обычном жизни, как бы, такую парфюмерию, ну, люди не применяют, да? И поэтому у него клиенты действительно были королевские особы, люди очень высшего света, там, и только те, кто понимал, что это такое, да? И вот когда я у него был, он мне прям с гордостью показывал свою вот эту мастерскую, если так ее можно назвать, где у него там тысячи этих всяких бутылочек было, эликсиров, он рассказывал, какие дорогие, где он их там доставал, вот эти масла, а потому что понятно, что хорошего качества масла доставать это не так-то просто, да? Вот, итак, три высших образования, и назвал он эту школу менчо-рейки, поставив или использовав вот эти три главных столба, и он бы мог назвать это просто рейки, как, допустим, было у доктора Усуи, да? Но так как название рейки или слово рейки уже разошлось по всему миру, в западном варианте, да, от Хавайи так-то, то он вот придумал такое название менчо-рейки. Значит, естественно, это уже учение было связано с буддизмом, так как доктор Усуи, он, конечно, был буддист, понятно, да, что практикующий Шингон буддист, и его описание об этом говорят, и, естественно, все, кто родился в Японии, они принадлежат какой-то линии буддизма, так же, как там индусы в Индии, и так далее, и так далее. Вот. И, как бы, само учение попало к нему достаточно странным образом, ну, мы можем говорить странным на человеческом уровне, на физическом плане, а понятно, что, я не зря назвал вам эти три образования, не зря сказал, что Лама Йоши был реинкарнированный Лама, кроме того, он родился в 46-м году именно в Японии, буквально недалеко от того места, от Киото, где доктор Усуи, в общем-то, родился и практиковал тоже. То есть, это тоже была связь какая-то кармическая, и он был выбран именно тем человеком, которому суждено было передавать это учение дальше, потому что понятно, что западная ветка или измененный вариант Рейки уже был передан Хавайи, Токаты и распространился на Западе, основное учение до сих пор сохранилось в Японии, но так как японская школа Рейки-Гакай держит его в закрытом состоянии, а доктор Усуи, мы знаем по его записям, он всегда был сторонник, чтобы это учение разошлось по всему миру, чтобы все в мире практиковали это учение, и таким образом мир становился лучше. Но, сами понимаете, как только доктор Усуи ушел, его ученики решили, что нет, мы будем держать это для себя, этот алмаз, эта драгоценность, она должна принадлежать только нам, закрытому обществу, ну, сами понимаете, что здесь и манипуляции, и деньги, и все, что угодно может быть, да, вот, ну, может быть, и был, конечно, вариант, чтобы правильно использовали, хотя мы знаем, что Рейки использовать неправильно, это, ну, очень сложно, это надо очень постараться, чтобы использовать Рейки неправильно. Итак, родился он в 46-м году, когда его папа-капитан еще тогда оккупационной армии вдруг проникся к буддизму, и вот меня этот момент всегда очень сильно удивляет, представьте, десятки тысяч американских офицеров оккупационной армии, они, конечно, наводнили всю Японию, чтобы там самураи нигде не возникали, и насаживали им новый мировой порядок или новый стиль жизни, но десятки тысяч офицеров оккупационной армии приняли буддизм, то есть, я вот не представлю, чтобы советские офицеры в Берлине вдруг пришли и начали принимать там какую-то другую веру, даже хотя они были материалисты. Просто это говорит о том, что американское общество на тот момент было немножко по-другому устроено, и в принципе в религиозную часть никто не лез и не командовал, и не давал, значит, советы, чем им практиковаться, чем заниматься. А эти офицеры, будучи умными, образованными людьми, видели, что японцы, даже став побежденными, у них все равно общество было выстроено по каким-то совсем другим принципам, да, уважение, то есть, даже богатые там владельцы больших поместьй, они уважали тех работников, которые на полях у них работали, заботились, чтобы у них подала еды и так далее, и так далее до конца, так сказать, зимы, и, естественно, эти работники работали, чтобы, ну, так сказать, получать больше богатства и приносить больше богатства своим хозяевам, плюс церковная составляющая или буддистская, плюс шингон, плюс остальные виды буддизма и свои местные религии, где они общаются с духами, то есть народные религии, если их так можно назвать, они очень хорошо в этом обществе сочетались, люди были беззлобными, хорошие взаимоотношения, и это подкупало тех людей, у которых, ну, слегка было открыто сознание, и вот отец Лама Йоши тоже проникся этим буддизмом и решил получить посвящение, и, естественно, ему нужно было получать какие-то обучения, он ходил в монастырь, там, раз в неделю, ему нужен был переводчик, то есть, естественно, при нем был всегда переводчик, получал посвящение, какие-то практики проводил, и вот однажды при таком вот посещении монастыря, когда он вышел уже обратно, как правило, так же, как вот в наших христианских монастырях иногда стоят там люди, которые просят подаяния, да, ну, может быть, не продают что-то там, свечки, или это потому что в храме продается все, но вот там, в Японии, в тот момент еще стояли также люди, кроме того, что они просили подаяния, а страна была разгромлена, то есть жить не на что было, храмы тоже, в общем-то, пострадали сильно, он увидел монахов, которые продавали свои тексты и, ну, всякие там вещи, которые позволили бы им получить деньги и восстановить свой монастырь или хотя бы просто пропитаться, да, и увидев вот эти вот сундучки, я их так называю, у меня вон тоже дома стоит один такой сундучок, я его здесь, как только приехал в Новой Зеландию двадцать с лишним лет назад увидел в магазине, он резной сундук, где там целые картины вырезаны на крышке и по бокам, вот в таких сундучках они хранят свои тексты или там какие-то, ну, сокровища, если так можно назвать, семейные реликвии, вот, он увидел этих монахов и, естественно, у него сработало там высшее проявление, он купил у них эти тексты, хотя они ему, конечно, были не нужны, то есть там буквально три-четыре сундучка таких разных размеров было, вот, а так как он только что получил зарплату свою, он практически отдал им все деньги, то есть в качестве помощи этим людям, особенно как бы новоиспеченный буддист, он, конечно, старается помочь, вспомните себя, когда мы, кто из вас ездил в монастырь, калсангу и так далее, и так далее, мы готовы им тоже отдать все, потому что видим, насколько они искренние, насколько они хотят помочь нам и всему миру, да, вот, ну, и выкупив вот эти сундучки, он тут же их распорядился отнести в монастырь, из которого он вышел, на что настоятель монастыря сказал, нет, 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 нам не нужно ничего дополнительного, у нас и так все хранилища забиты этими текстами, ну, и что теперь с этим делать, ну, значит, он принес к себе домой, красивые сундучки, и вот этот Лама Йоши, маленький мальчик, который подрастал, он игрался на этих сундучках, так как особо игрушек-то у него и не было, да, вот, то есть он говорит, я по жизни помню, что они всю жизнь у нас где-то там стояли, как в качестве мебели, так скажем, вот, ну, и естественно, потом, когда папа Лама Йоши уже уехал из Японии, а жизнь военного, понятно, что она всегда связана с переездами, с какими-то там продвижением по службе, и вот Лама Йоши таким образом тоже наблюдал, как его папа ежедневно проводил вот эти молитвы, то есть как бы, ну, он уже вырос в этой атмосфере того, ну, скажем, буддизма, пусть это был японский буддизм, хотя особо к этому не проникся, и никаких посвящений, естественно, у него не было вот до того момента, пока Цинцей Римпачей его не распознал и не послал обучаться в Катмандук, вот, и уже перескакивая в наше время, в наше время, Лама Йоши, когда он получил свое назначение как Лама, естественно, он был признан реинкарнированной Ламой, линией Друкпакагио, а Друкпакагио, это в основном в Бутане, да, они развиты, и он имел аудиенцию, то есть встречу с королем Бутана, с высшими там духовными руководителями Бутана, и его даже возили на то место, где раньше, в предыдущей реинкарнации, был его монастырь, в горах, то есть этот монастырь разрушен, но ступа там стоит, и его предыдущее имя было Мингюр-Дордже, и этот Мингюр-Дордже, у него там были даже тексты, может быть, вы где-то даже в интернете встретите его тексты, хотя Мингюр-Дордже, это тоже имя достаточно часто встречается, так же, как Лама Йоши, может быть, это был другой какой-то, да, но вот он показывал мне фотографию, она у меня есть, и он говорит, они мне предложили, то есть король Бутана предложил, что если я в любой момент своей жизни решу возвратиться в Бутан и восстановить свой монастырь, то он даст мне монахов, он даст мне деньги, и они построят для меня, опять восстановят этот монастырь, и он так иногда, когда что-то там на студентов обижался во время учения, говорит, вот плюну сейчас на все, уеду в Бутан, и оставайтесь тут сами, что хотите, то и делайте, он такой, воинственная Лама, то есть за словом в карман не полезен, и так, но на пока он решил быть регентом, то есть представителем Друппакагио по Северной Америке, то есть это Мексика, Канада и Соединенные Штаты, и вот когда я уже с ним встречался, он так и был в этом звании регента, естественно, когда съезжались там ламы, буддийские ламы, а их там очень много по всей Америке различных школ, и они там периодически, кто-то ламы приедет, то еще они где-то там встречаются по праздникам под своим большим, он тоже приходил к ним, и они ему также позволяли делать часть каких-то посвящений, то есть он был часть вот этой элиты, так скажем, руководителей тибетского буддизма, ну, в США в данный момент, вот, и, конечно, будучи в Катманду, он проходил какие-то еще дополнительные обучения, все, что ему было интересно, так как любому из нас, вот как западным людям, нам может быть недостаточно ходить там в один храм или другой, мы обязательно еще начнем куда-то еще попадать там, чтобы нас текстами приложили к голове там, или чуть ли не в индийские храмы тоже заходим, то есть в принципе он очень был разносторонним человеком, и на тот момент особенно интересовался всем, вот, и будучи регентом, его предназначение, так же как любого лама, это открывать, ну, мини-храм, так скажем, он обычно это делал, то есть он, американцы любят переезжать, каждые два-три года они куда-нибудь переезжают, так как у него семьи нету, то есть у него есть сын, который, как он говорит, мы родили с дочерью севера, в общем, Чифа, большого Чифа, североамериканских индейцев, какой-то там, какого-то трайба канадского именно, то есть будучи в университете в Канаде, значит, он познакомился с девушкой, индианкой, дочерью вот этого большого Чифа, ну, и у них там какая-то любовь завязалась, хотя он говорит, это больше было как договор, как соглашение, потому что им туда, значит, нужен был полузападный, так сказать, полуиндийский, индейский наследник, так скажем, ну, и, в общем, короче, родился у них сын, они его тут же забрали туда на перевоспитание к себе, и сейчас этот его сын, он является представителем, ООН представляет интересы канадских индейцев, и говорит, он им там задает жару всем, то есть он такой, в меня вшел, так вам, иеша говорит, ну, а как таковой семьи у него, конечно, не было, он переезжал с места на место, но с ним еще всегда его сопровождала его тетушка, ну, вот, когда я с ним встретился, ему было 56 лет, ей уже было 80 лет, и она тоже буддистка, до мозга костей, у нее там свои какие-то тексты, свои какие-то практики, и вот они вдвоем, так сказать, переезжали с места на место, и как только они приедут в какое-то новое место назначения, снимали большой дом, специально арендовали, и открывали гомбу, то есть мини-монастырь, да, тут же ходили там, развешивали на столбах объявления, что вот открылась новая гомба, друг Пакагю, все, кто интересуется, пожалуйста, приходите там на, ну, раз в неделю, там, или два-три раза в неделю на какие-то посвящения, и таким образом всегда собиралась группа людей, которые интересовались, то ли в Тибет ехать, то ли вот уже лама готовая приехала, да, вот, и таким образом, в общем-то, его главная цель была проталкивать или продвигать буддизм в массы, так скажем, да, и он был всем доволен, основной бизнес у него был парфюмерия, то есть денег как бы на жизнь хватало, значит, он свою обязанность как лама тибетского буддизма продолжал, и, естественно, в его окружении собирались люди, которые, ну, как раз интересовались всеми методами целительства, буддизма, ну, такие, как мы с вами, да, вот, и однажды во время такого сбора, его папа позвонил, а папа, естественно, уже дорос до генерала, и он даже сидел там за компьютерами, когда вот война в Ираке была, да, буря в пустыне, так называемой, то есть он уже был пенсионного возраста, естественно, ну, там где-то в штабе сидел, и периодически они созванивались, и, так сказать, общались, и в это время позвонил папа, и он пока разговаривал с папой, люди шумели, и папа спросил, что у тебя там, он говорит, да вот у меня тут мои студенты, и он начал их называть, да, и говорит, вот этот такой-то рейки-мастер, то есть у него оказался там в студентах рейки-мастер, Гарри Лейкас, его звали этого парня, он работал медбратом, и в хосписе работал, там, где люди умирали, и там он применял рейки успешно, то есть понятно, что люди уходили, но ему даже удалось пару человек все-таки даже вытащить оттуда, чтобы они не ушли, то есть он очень хороший целитель был, и есть этот Гарри Лейкас, и будучи рейки-мастером, он как бы даже Лами Йоши там иногда, ну что-то рассказывал или показывал про рейки, да, потому что, ну понятно, он говорил, что это японское учение, Лами Йоши было интересно, все-таки университет Сикония есть и была, вот, и он говорит, вот рейки-мастер, и тут у генерала уже Блэквилла, Ричарда, сработало, значит, слово рейки, он говорит, подожди, подожди, говорит, а ты помнишь, у нас вот сундучки там дома есть и там лежат, там, говорит, какие-то материалы про рейки есть, потому что, когда он купил эти сундучки, ему все равно, конечно, интересно было посмотреть, что же там есть, и он попросил переводчика, хотя бы просто посмотреть эти бумаги, ну и назвать, что же там интересного было, и слово рейки у него, видимо, отразилось, запало в память, вот, и он говорит, что в этих сундучках есть вот материалы, которые тоже что-то говорят про рынки. Если хочешь, я тебе их пришлю. Ну, Лама Йоши говорит, хорошо, присылай. И, значит, курьером, там, военные доставили ему вот эти вот три ящичка, там, через какое-то время, через неделю или через сколько. И, говорит, таким образом, вот эти ящички у нас тут оказались, у него уже в Америке. Ну, естественно, там все было на санскрите древнеяпонском, древнекитайском. А Лама Йоши, он, конечно, очень хорошо владеет китайским языком, так как, когда он служил на Тайване, значит, он служил в службе разведки, внешней разведки. То есть его готовили, ну, как разведчика по Китаю, так скажем, противостоять китайцам. И он все время там высказывал, что китайцы, будьте с ними осторожны, особой дружбы с ними не заводите. И, получив вот эти материалы, они начали, кто бы мог, ну, хотя бы перевести, понять, что там такое. А чтобы было достаточно сложно, чтобы найти специалиста, влачьими вот всеми такими делами, это очень сложно. И они где-то только в одном университете какую-то там китаянку образованную нашли, значит, которая согласилась за определенные деньги. В Америке ничего бесплатно не бывает, то есть там нужно платить хорошие деньги. Значит, она, они сделали копии, копии, то есть они, как только получили эти ящики, поняли, что это достаточно большая драгоценность, сделали копии, говорит, там целую ночь посвятили там со студентами, со своими помощниками, все откопировали, значит, и уже отправили там часть этих копий вот туда, этой женщине, она преподаватель где-то в университете была. И месяц она рассматривала эти материалы, и через месяц она прислала список, просто заголовки, да, какие вот там материалы находятся. И он говорит, что когда мы получили этот список, ну, собрались опять же эти студенты, то это было равносильно тому, что маленькая атомная бомба взорвалась у нас в этом помещении. То есть им вдруг стало очевидно, что это оригинальные материалы доктора Усуи, о которых, в принципе, никто на Западе не знал. Вот, и тогда уже лама Йоши понял, что, ну, вот он тот человек, которого готовили с самого детства, а может быть, даже со всех реинкарнаций, всех его девяти реинкарнаций, значит, он владеет там китайским языком, он буддийский лама и так далее, и так далее, он медик, доктор, значит, и вот ему свалились вот эти материалы, они не просто так свалились, они его ждали. Ну, и тогда уже он решил посвятить часть своей жизни, ввести эти материалы и в качестве жизни передать его дальше. Вот таким образом родилось желание переводить материалы и создавать школу, и название Менчо Рейки. Вот, и больше десяти лет у него ушло на то, чтобы переводить, но он правильно поступил, он не стал ждать полного перевода, потому что это процесс дорогостоящий, долгоиграющий, и не так все это просто, потому что, когда он посылал это все переводчикам, они отправляли ему наобратно, пришлось переделывать, потому что простой перевод не подходит, нужно там заглядывать в глубокий смысл и так далее, и так далее, и так далее, всего этого. Вот, долгий процесс, очень дорого все это стоило, и он уже начинал проводить семинары, практически сразу, как только он получал первые материалы перевода. Итак, в 93-м году, в конце 93-го года, к нему эти материалы попали, вернее, в середине 93-го. Они начали переводить, и в конце 93-го, начале 94-го он уже своего рейки-мастера, разослав информацию о том, что появилась информация по рейки, то есть углубленный какой-то курс, да, по всему миру рейки-мастерам, пожалуйста, все желающие, приезжайте и проходите обучение. И вот таким образом, мои мастера, Кевин и Элизабет, они услышали об этом, тоже, находясь на Мальте, а так как они общаются тоже с рейки-мастерами по всему миру, они оказались в числе, ну, может, не на самом первом семинаре, но где-то на втором семинаре, они уже у Лама Йоши оказались. Вот ездили, и когда я уже стал учителем, получил учительский сертификат от них, привезли в Россию, там, каждые два месяца, и у нас уже было, мы к ним пришли и обратились, говорим, что, ну, вроде бы, дается, а что дальше? Они, улыбаясь, сказали, а дальше, если хотите, вот меньше, вам придется принимать. Я сразу согласился, хотя понятно, что мы... И при Диавре, ну, еще в детстве, там, бабушка меня, когда-то в деревне, значит, у меня, как бы, к христианству, там, провели на дому покрещение, вот, ну, естественно, мы не практиковались, хотя у бабушки там икорь всегда дома в углу, вот, и у меня, придя в Рейки, в универсальные Рейки, когда у меня уже родилась дочь, и мне уже было 40 лет, мы в полуразный, восстановленный храм в деревне, там, у наших предков, решили ее покрестить. И вот, когда мы ее решили покрестить, мне мама сказала, тоже толком не крещеный, давайте покрестим. То есть, меня потом в этом храме, в храм Николая, угодника как раз был, святого Николая, меня тоже посвятили в христианство. Ну, вроде как, посвятили, но я, естественно, конечно, кроме молитвы отче наш, ничего не знал, и особо не практикнул, вроде как считал себя христианином. И уже придя вот в Рейки, в Менчу Рейки, тут стоит вопрос стать буддистом. Ну, а я уже с буддистами, с многими общался, видел, что это люди совсем другого плана, они открытые, без особых заморочек, медитируют там и так далее, и так далее. Меня это привлекало, да? Вот, и я сказал, я согласен, все. Ну, у меня супруга Татьяна на тот момент сказала, нет, нет, я вроде бы и не христианка, я не буддистка, поэтому я пока не решил. Ну, я уже согласился, они начали готовить семинар первой пени, ну, и пока они готовили семинар, Татьяна тоже согласилась. Значит, и они нам провели этот первый семинар, первый ступень, в конце, ну, да, почти в конце 98-го года. И буквально через 2-3 месяца мы уже переехали в Новую Зеландию, получив первую ступень. Там я практиковался, или мы были в течение трех лет, и когда уже как бы освоили первую ступень ежедневных практик, все это нравилось, все это было хорошо, нужно было двигаться дальше. Я звоню Кевину, говорю, я в Новую Зеландию, ты же новозеландец, там встретишься с мамой, с папой своими, и так далее, заодно мне проведешь там вторую ступень. А Татьяна сказал, не, на вторую ступень не пойдет. Вот. Кевин говорит, не, 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 тебе ближе слетать в Америку к Ламе Йоши. Ну, деваться некуда, пришел там, созвонился, списался с ними, значит, приел туда, и 2 недели практически индивидуально занимался с Ламой Йоши. Да, там приезжали, подъезжали, значит, местные какие-то студенты, потому что Лама Йоши за эти 2 недели, ну, в общем-то, провел мне полный курс обучения, ну, даже дал мне сенсейский сертификат, то есть, меня научил, как проводить семинары первой и второй ступени. То есть, полный курс обучения, вот, и очень плотно мы сидели там, я не знаю, он поздно вставал, конечно, Ламой Йоши, потому что он медитировал там полночи, вот, ну, мы где-то часов с 11-12 начинали, но и заканчивали 12 ночи, то есть, по 12 часов сидели, занимались, различные курсы он упаковал таким образом, чтобы могли люди тоже подъехать, и те, кто не проходили, могли тут же со мной вместе пройти. Он разрешал все это записывать на видео, на аудио, чтобы я потом мог еще раз пересмотреть. И вообще, какое-то отношение у него было, ко мне, ну, как вот, я у него там, ну, может быть, не самый лучший ученик, но избранный какой-то ученик. И даже все, кто приезжал, говорили, слушай, когда здесь он совсем по-другому, эти семинары. Вот, потому что нас он там гоняет, он же воинственный ламу, он там, пойди туда, не знай куда, найди то, не знай что, да, может им, но это он понятно, что он таким образом расширял сознание, а вот со мной он прям четко все передавал и обучал там, отвечая на каждый вопрос, даже который, может быть, не касался буддизма или еще чего-то. Вот, очень хорошо он знал историю России, царскую, всю вот эти царские династии, знал всех медиумов, которые были при царях, а так как сам Лома Йоши в курсе своего обучения, он, видимо, еще прошел какую-то специализацию, он является очень высоким, медиум высокого класса, то есть он экзорцист, и на тот момент он входил в десятку самых сильных экзорцистов по Северной Америке. То есть он где-то в своих материалах там описывал, как он воевал с мексиканскими шаманами, которые там, ну, уничтожали детей, забирая их жизнь, чтобы продлять свою жизнь, да, и так далее. То есть, естественно, будучи экзорцистом, приходится вылетать туда и проводить вот эти, ну, баталии, войны, да, с такими же там или внеземными, земными, непонятно какими. и это, естественно, отражалось на его здоровье тоже. То есть у него были перебиты колени, то есть он попадал несколько раз в аварию автомобильную. Значит, у него низ спины очень сильно болел тоже из-за всяких вот этих аварий. хотя он говорит, что это вот результат последствия, ну, боевые шрамы, так скажем, он их называл, да. Вот. И как бы даже вот на эти темы я ему задавал всякие вопросы, как общаться с духами, могут ли эти духи нам врать, когда мы с ними разговариваем, как бы он рассказывал мне, он мне про историю царской России гораздо больше рассказывал, чем кто-либо мне вообще в жизни рассказывал, либо я читал. Потому что все эти материалы были скрыты, даже почитать в советское время это было невозможно. Вот. И вообще к русским он относился очень хорошо. и в конце концов, уже когда я второй раз к нему приехал и он мне все материалы передавал, как бы, ну, уже школу передавал, так скажем, он мне сказал, знаешь, говорит, изначально доктор Суи эту школу и предназначал для России. Но так как у России с Японии всю жизнь были какие-то терки пограничные, там, воины и все прочие дела, он говорит, он, будучи хоть и просветленным, данным человеком, он не мог напрямую передавать эти материалы, ну, как кому-то в России, да, и вот как все выстроилось. Через Америку, через Новую Зеландию, говорит, вот, наконец-то это учение попало в Россию. Вот, и он также мне сказал, что мне, в общем-то, потом стало понятным, почему он со мной, так сказать, возился, как с маленьким ребенком, и все мне разжевывал. Он сказал, что ты был одним из учеников доктора Исуи в своей предыдущей инкарнации. Так как он мог запросто просто считывать предыдущие инкарнации, он мог, в принципе, рассказать каждому, кто, где и как, да. Он говорит, ну, я тебе не скажу, кем ты был, ты должен это сам узнать. Ну, я до сих пор не знаю, кем я там был, но особо и не парюсь по этому поводу. потому что это учение я принял как родное, оно мне прям легло очень коротко. Хорошо. И были моменты, которые мне показали, что действительно я был знаком с этим учением раньше. Ну, вот хотя бы такой момент, что когда это самый мощный ритуал исцеления, который мы применяем в нашей школе на второй ступени. Получается, что никто в западной школе этот ритуал не применял, потому что Лама Йоши его не разжевывал им, не удалось нашей школе ритуала, который мы практикуем. Итак, значит, я привез этот семинар для, так сказать, продвинутых учеников, которые уже были учителями, уже преподавали двух больших школ, Нижневартовский и Вузь-Каменогорский. Постарался заинтересовать их, чтобы они продолжали свое обучение так же, как я, в Менчурэйке. В двух словах рассказал, что это такое. Значит, и собралось 12 человек, группа в Новосибирске. То есть, новый город, новый, значит, координатор, помещение до последнего момента не было известно, где мы будем проводить. Потом координатор призналась, она была тоже рейки-мастер, она саботировала это дело, то есть, не хотела, чтобы Менчурэйки дальше распространялась каким-то образом, не знаю, почему. Вот. Итак, до последнего момента я не был уверен, что все-таки этот семинар состоится, хотя все уже съехались и были готовы завтра начинать. этот семинар. Но утром, перед тем, как мне проснуться, мне было явление или введение трех высших сущностей Будды медицины, доктора Усуи и Лама Йоши, которые сказали, не волнуйся, все будет нормально, все будет так, как нужно. И действительно, когда мы пришли, утром собрались, все дальше пошло уже как по-расписанному. То есть, погода, конечно, была ужасная, ноябрь, Новосибирск, снег, дождь, слякоть, ветер, шторм. Но, во время посвящения, когда я делал посвящение студентам, в полуподвальном помещении, где окна очень высоко и такие узкие окна, вдруг луч света пробивается и к нам сюда, в помещение, то есть, озаряет нам посвящение. Это знак того, что действительно мы здесь не одни, нас опекают и что это учение будет обязательно дальше распространено по России, раз оно было сюда предназначено изначально. Вот. Ну, таким образом, прошло, значит, первое занятие 20 лет в этом году, 20-летие школы, и я там готовлю кучу подарков для студентов, практикующих Минчурэйки в виде вот этих видеофильмов с лекцией Лама Йоши и так далее, и так далее. К сожалению, мне не удалось приехать, вот, ну, значит, будем праздновать вот с реалями нового времени, так скажем, опираясь на них. Все, и я начал наезжать в Россию два раза в год, проводить уже Минчурэйки. Таким образом, наша школа развивалась. Я преподавал первую, вторую ступень, значит, у меня не было права преподавания третьей и четвертой ступени, сенсейской ступени. И через два года я уже начал допекать Лама Йоши, что, ну, как бы мне надо опять приехать позаниматься у него, чтобы, ну, получить уже полностью все это обучение, чтобы я мог преподавать дальше всю эту школу. Вот. И Лама Йоши к тому моменту уже разочаровался, так скажем, в учении и в школе. Почему? То есть, западная ветка Минчурэйки, она практически развалилась. То есть, у нас вот только мы, русскоязычная школа осталась, развилась и очень хорошо мы практикуемся. Почему это произошло? Потому что такое учение, как Минчурэйки, допустим, да, его, оно секретное учение, очень секретное учение. И просто так его раздавать направо-налево, конечно же, нельзя, да. Вот. И поэтому у нас есть такой отбор, что только люди, прошедшие вторую, как минимум вторую ступень, в универсального рейки идут туда. Потом, после первой ступени мы смотрим, как на вторую, на третью вообще там собеседование идет. То есть, просто так мы стараемся не раздавать это учение в те руки, которые, ну, еще, так сказать, не созрели морально или могут попытаться использовать это, ну, не совсем с правильными намерениями, да. Вот Минчурэйки уже можно использовать в том числе и во зло. То есть, есть методы, которые при неправильной мотивации могут навредить и этому человеку его, допустим, карме. Вот, конкретно, кто этим будет пользоваться и, естественно, тем, против кого будет направлено это оружие. Вот, и как только это учение стало сильно распространяться, я был у Ламы Йоши где-то 65-м сэнсэем, то есть, на моем сертификате номер стоит 65. Значит, понятно, что он выпустил порядка 70 человек сэнсэев только, многие из них очень активны, сразу же стали преподавать, вот, то негативные силы, черные силы поняли, что напрямую, напрямую остановить это учение они уже не смогут, да. Ну, одного можно человеку, того же Ламы Йоши убрать, там еще какого-то сэнсэя, но все равно учение уже разошлось. Вот, и они нашли другой способ, они решили взорвать это учение изнутри. То есть, стали появляться рейки-мастера, учителя Ламы Йоши, которые стали, ну, требовать у него предъявить эти материалы, то есть, оригиналы материалов доктора Усуи, да, что они там якобы сомневаются в одном, в другом, в третьем. Вот, Лама Йоши, будучи, так сказать, тибетским ламой, будучи воинственным ламой, вообще неслыхано, чтобы ученики приходили и требовали доказательств, да, вообще ты лама или нет. То есть, он, конечно, в ступор вошел. Единственное, что он сразу же сказал, вот, мой сертификат, подписанный Далай-Ламой, что я-то лама, как бы, сомнений вообще нету, а то, что вы задаете вопросы по учению, ну, это вопрос, который не ко мне. Хотите практиковаться, практикуйтесь, я вам все передаю. Не хотите практиковаться, ушли, и все, и без проблем. Никто никого не заставляет. Но западные люди, они немножко другого склада, там, у него ученики, юристы, то есть, такие высокообразованные, с большим эго люди были, хотя и рейки мастера, да, они там все время его доставали. И он даже, в принципе, согласился, говорит, ну, хорошо, я сейчас напишу сенсей Римпочея в монастырь, чтобы он хотя бы пару бумажек там прислал из оригинальных текстов вам на просмотр, чтобы доказать, что это так. Это он изначально так сказал. А потом что-то он посидел, подумал, а вообще, почему я должен кому-то что-то доказывать? Ну, и сказал, не хотите, ребята, вперед. Вот. А так как часть учений, которые он вставил в менчо рейки, были получены им через ченнелинг, то есть, Лама Йошо, он тоже очень высокого уровня ченнел, ченнелингом занимается, то есть, он просветленный, он сайкик, и еще ченнелингом занимается. То есть, часть учений он получил через ченнелинг, и он это пишет в материалах, он нам вставил их в учения. И это как раз в том числе явилось основанием для вот этих западных несогласных учителей сенсей обвинить его в том, что он это вообще все сам придумал, что он шарлатан и так далее, и так далее. То есть, в результате Лама Йошо сказал, хорошо, я 10 лет посвятил этому учению, перевел там 95-98% того, что нужно было перевести, можно было еще там кое-что доработать, довести, но я, говорит, все, я умываю руки. Это свалилось на меня, я потратил часть своей жизни, это вообще не мое, я не целитель, я Лама. Хотите, занимайтесь. Ну и в результате, а на Западе там так, если ты примазался к какому-то учению или какое-то учение вдруг получило, ну так сказать, плохое освещение в прессе, они сразу все стараются от этого шарахнуться, хотя они и практикуют. И в результате все разбежались, до сих пор я знаю, что многие практикуют менчо-рейки, соединяют это со своим универсальным рейки, методы сами практикуют, потому что это все работает. Вот. Но как таковое учение менчо-рейки там никто впрямую не преподает. Они там назвали там различными своими именами, вот, но не менчо-рейки. Вот. И получается, я единственный, кто сказал, не, я проверил, это работает, у меня внутреннее убеждение, связь, что это действительно так и должно работать, вот, вижу, что это работает, и я единственное, что делаю на своих семинарах первой ступени, я сразу же говорю своим студентам, что это учение, ну, достаточно спорное. И, если вы где-то почитали в интернете или еще что-то, что нас обвиняют в том, что мы якобы говорим, что у нас есть материалы доктора Усуи, а совсем это не материалы доктора Усуи, а изобретенные ламой еши материалы, то лучше сразу не практикуйтесь, потому что зачем вам эти сомнения, они вас будут только тормозить. мой опыт, опыт моих учеников, а я уже выпустил больше, ну, не больше, около ста сенсей, то есть это большая школа, громадная школа, вот, показывает, что это работает для нас конкретно, это работает для наших учеников, это работает для наших пациентов, и все ситуации, которые мы меняем в своей жизни, в стране, в мире и так далее, с помощью этих методов, они нам доказывают, что это работает. Опять же, когда мы посещали потом Тибет, получали обучение у лам в монастырях, знаменитых ламах, там, Дуги Римпоче, Лама Калсанг и так далее, и так далее, они все к нам относились совсем по-другому, они видели, что мы совсем другие люди, что наше понимание буддизма, понимание энергетики и так далее совсем отличается, вот на примере Дуги Римпоче это было прям видно, то есть он такой, великий Римпоче, едет, допустим, в Азию, там, десятки тысяч людей собираются перед ним, там, как перед новым Буддой, вот, и тут мы приехали, небольшая группа, у нас человек 10-12 было, заявились к нему, там, непонятно, как одеты, даже не в буддийской манере, но, правда, четкие у всех были на руках, и просим у него получить посвящение в Аджакилайе, он говорит, это будет дорого стоить, а, во-вторых, я на вас сначала посмотрю, то есть в Аджакилайе давать это вообще, мы редко кому своим вообще дают, и когда мы пришли, у него в монастыре сели, он сидел там, действительно, как это, новоиспеченный Будда, и с нами, так сказать, высоко разговаривал, хотя он сразу же нас всех увидел и просчитал, и когда, вот в этой беседе, знакомство, он с нами пообщался, он раскрывался, 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 становился мягкий, веселый, улыбаться начал, и в конце концов пригласил нас к себе в комнату личную, начал угощать чаем и так далее, и так далее, и так далее, и потом у нас завязалась очень хорошая дружба, он до сих пор наезжает, приезжает в наши школы, дает эти посвящения, потому что он действительно сам тоже великий лама, у него очень чистая линия передачи, и вот в Аджеке Лаеве у нас передача идет от него, хотя я получал, в том числе, эту передачу от ламы ежек, вот, и так, значит, у нас появилась, ну, осталась, так скажем, вот эта российская, ну, русскоязычная, я ее так вызову, школа, да, и западных студентов у меня буквально единицы, те, кто все-таки согласился получить это обучение, они особо не продвинулись то есть до второй ступени дошли и дальше не стали проходить, ну, в силу различных там причин, а вот наша русская школа, как она и была предназначена изначально доктором Усуи для наших людей, для нашего менталитета, хотя это и буддизм, но берем в этом буддизме мы именно философский аспект и применительный практический аспект, и школа, составленная доктору Усуи ламой ежей, она предназначена для целителей прежде всего, и доктор Усуи в своих материалах говорил, нам проще всего просветлиться, нам нужно только заниматься своей работой, работой целителя или работой учителя, если мы передаем это дальше, и все, если мы честно занимаемся своей работой и практикуемся, мы автоматически придем к этому просветлению. Вот таким образом школа у нас распространилась, значит, в 2003 году я еще раз съездил к ламе Йоши, он уже был весь в растрепанных чувствах, и он долго не хотел со мной встречаться, говорит, все, не хочу больше знать ничего, вот, но я настоял, говорю, надо довезти школу, потому что, смотри, у нас очень интересно, а он всегда, конечно, имел возможность подняться вверх и посмотреть, что же там творится, он говорит, да я знаю, что у вас где там проходит в Казахстане и так далее, он говорит, и вообще, я, наверное, приехал поговорить со своими студентами, мне интересно, но я, говорит, не могу в самолете летать, потому что я высидеть там больше двух-трех часов не могу в кресле, у вас, говорит, есть там где-нибудь это баржи или лодки какие-нибудь, корабли, чтобы я морским путем к вам, говорит, приплыл, и я уже думал, как в Усть-Каменогорск, там по реке, по Иртышу, его привезти туда, но не состоялось, вот, то есть он, конечно, это все наблюдал, и когда я к нему приехал, я еще прошел у него индивидуальное, уже чисто индивидуальное обучение, еще в течение двух недель, и когда он уже закончил это обучение, он вдруг начал давать приходим в монастырь к какому-то ламе, получаем посвящение, то вот лама Калсен, он такой, он начинает нас задаривать всякими подарками, конечно, мы тоже приезжаем с подарками, там даем все, что мы можем дать, вот, и здесь тоже лама Йоша, он начал доставать всякие свои буддистские вещи, передавать мне, и так далее, то есть он доставал вот на стол, и да, забери, это для тебя, это тексты для тебя, и даже его тетушка и то какие-то там свои тексты достала, у нее, она шаманка еще та, значит, она тоже какие-то свои тексты достала и передала мне, говорит, тебе это пригодится, вот, но в конце концов он доставал, доставал, потом берет ящик и вот так на стол поставил, говорит, вот здесь все, то есть все, что он недоперевел, все, что он недообработал, он взял и передал, ну, я, конечно, ошалел, потому что, ну, я, естественно, этого не ожидал, но у меня первое желание было, ну, раз дают, бери, да, и как только я взялся за этот ящик, он так хорошо улыбнулся, то есть я понял, что он сказал, теперь это твои проблемы, то есть он как бы передал мне вот эту ответственность полностью, а я уже к тому времени был международным координатором этой школы, и многие из тех сенсей, которые все-таки западно хотели бы продолжать обучение, они уже теперь выходили на меня, потому что Лама Йоши с ними ни с кем не общался, вот, и многие мне писали, что как же так, я хотел это учение использовать, а вот теперь это такое негативное мнение о нем, что же мне теперь делать, а я им говорю, а вы напрямую говорите своим студентам, что да, это спорное учение, хотите практикуйтесь, хотите не практикуйтесь, проверяйте на себе, значит, работает, пожалуйста, практикуйтесь, но из них мало кто решился именно преподавать как меньше рейки, то есть как-то соединили там с универсальным рейки и преподают, конечно, потому что невозможно не использовать эти хорошие знания, ну, а я уже эти материалы стал дорабатывать, хотя Лама Йоши там и так уже больше 90% все сделал, значит, ну, я уже с английского до перевел на русский, и у нас на сегодняшний момент, наверное, 98% всех материалов переведено, то есть, естественно, мы уже преподаем давно, ну, вот, 20 лет уже этой школе, и мне все, что нужно сделать, это дочистить там, подправить, и несколько тем, вот там у нас на первой ступени отсутствует там перевод с утра и так далее, и так далее, которые я пока перескакивал из-за нехватки времени, то есть, мне, конечно, не трудно перевести, просто есть более важные дела, которые я считал более нужными, или более срочными, вот, по поводу перевода, когда я это все получил на английском языке, от Лама Йоши, у меня английский неплохой, но как бы недостаточно, и опять же, отсутствие времени, и знания, еще хороших знаний буддизма, не позволяли все это качественно переводить, и я пробовал, ну, может быть, с десяток различных переводчиков, профессионалов, непрофессионалов, тех, кто занимался переводом с тибетского, ламам передавали мы эти материалы, и даже платили большие деньги, вот, в Иволгинский, дацан мы давали, зор, ритуал, да, все, что они нам, там, монахи-ламы сделали, это они просто с тибетского, допустим, перевели на, ну, на русский, произношение текста, да, то есть, мы можем читать это на русском произношении, но это тибетские слова, которые нам ни о чем не говорят, то есть, пользоваться мы этим материалами не могли, вот, и все переводчики, которые мне приносили все эти материалы, в принципе, не подходили, ну, вот не идет и все, я понимаю, что это не то, вот, и нашлась одна девушка, которая не профессиональный переводчик, она была диктором где-то там в Ростове, вышла замуж и приехала в Новую Зеландию, там, с таким статусом еще непонятным, не будучи резидентом, сейчас она в Австралии живет, но у нее неплохой был английский, и вот у нее пошел слог, то есть, она очень хорошо, как раз там нужно было перевести книгу Ламы Йоши, вот та, которая у нас есть, книга мы ее издаем, вот, эту книгу еще переводила одна девушка из Тулы, по-моему, где-то там, буддистка, то есть, книгу как бы более-менее удалось хорошо перевести, а вот материалы, медитации, особенно первой практики, ежедневные медитации, вот эти, там очень хорошо нужно, иносказательно все это, чтобы звук был, ну, поэмы трудно переводить, так скажем, да, вот, и вот у нее это дело пошло, и она мне помогла на начальном этапе, хотя бы вот этот перевод, а дальше я уже понял, что надо все-таки самому садиться и переводить, вот, и поэтому мне даже кто-то писал, что же я там не привлекаю переводчиков, которые могли бы в этом деле помочь, я отправлял периодически материал, и сейчас отправляю, там вот есть, наш уже сенсей Владимир Стогний живет в Америке, неплохой у него английский, я ему периодически, тоже он мне просит, говорит, вот мне кажется, тут перевод немножко, ну, крявый, так скажем, да, звучит неправильно, ты не мог бы мне прислать материалы на английском, я ему присылаю, он присылает мне перевод, мы начинаем с ним обсуждать, получается, мы опять возвращаемся к изначальному варианту, то есть это лучший вариант, все равно пока получается, то есть это бесконечный процесс, который я все равно буду доводить до конца, как руководителя вот этой русскоязычной школы, я уже себе такой титул взял, сенсей всея Руси, что называется, да, то есть я как бы ответственность на себя водрузил, но я, конечно, не сам, Лама Йоша на меня ее навесила, эту ответственность, но кроме того, что он мне передал ответственность, он сказал, я с этим больше ничего знать не хочу, в том плане, что у меня своя жизнь, ты меня не дергай, вперед, все есть, раскрывай изнутри, там, иди вверх, распознавай, если есть какие-то вопросы, я тебе все передал. Вот таким образом, учение пришло к нам, значит, в русскую школу, и распространилось. Конечно, Минчурэйки, это уже буддизм, я бы не назвал религией больше философские аспекты, изучать Минчурэйки можно всю оставшуюся жизнь, и, наверное, еще 2-3 жизни вперед, то есть, если это в текстовом материале, это будет вот такая стопка, и когда я первый раз приехал, у меня первое желание было уехать в монастырь, и где-то лет 5 просидеть, просто-напросто только практиковаться и заниматься, и только потом идти назад в общество и преподавать, да, ну, чтобы на серьезном уровне преподавать это делать, но я понял, что это неправильный путь, и так как Лама Йоши стал сразу же преподавать после перевода, я тоже начал практически сразу передавать, уже обучаясь сам и обучая других. Ну, вот, пожалуй, все, что касается Минчурэйки, если есть вопросы, я думаю, они есть, давайте будем отвечать на них. Ой, спасибо, это было просто очень интересно, 100% новая информация, лично для меня, я думаю, здесь были те, кто постарше, и они что-то знали, но это очень ценно, запись обязательно сохраним, спасибо большое. Если есть вопросы, опять же, задавайте, я пока позадаю вопросы, которые мне пришли на призыв. Первый вопрос. Новые поездки в Ботан, Непал, в Японию, планируете ли вы в будущем паломничество, если с пандемией у нас все будет хорошо? Значит, ну, моя цель, так же, как цель, в общем-то, наверное, доктора Усуи была, создать как можно, или подготовить, как можно больше учителей, и подготовить их на таком уровне, чтобы они шли в самостоятельное плавание. И доктор Усуи изначально создал школу таким образом, что каждый учитель дальше открывает свою школу. Это сработало очень хорошо. Во-первых, это не тормозило учителей, то есть у них творчество стало проявляться, они какие-то свои техники, методы стали добавлять, да, может быть, не в основной курс, но вот на встречах, на группах, на своих, да, а так как основной материал у нас тантра, просветляющая молнии, то сама тантра, она, ну, просто как стишки, да, как поэма. А главная ценность в этой тантре, она заложена внутри, и ее нужно распаковать. И распаковка идет через комментарии к тантре. Но комментарии к тантре пишут те, кто практикуют ее. И вот то же самое происходит сейчас у нас. То есть те учителя, сенсей, которые уже наработали определенный опыт, они начинают нарабатывать методы дополнительные, используя эту тантру, извлекая оттуда эти методы. И как бы это тоже идет дополнение к нашей тантре, развитие школы, развитие теории, не только развитие по количеству наших студентов или практикующих, да, а именно по теоретическому развитию тоже идет, по духовному развитию. И доктор Усуи сделал школу таким образом, что каждый учитель становится, ну, Буддой, да, то есть просветленным, у него прямая связь с высшим абсолютом, со всеми высшими сущностями, и он уже на основе той базы или того фундамента, который ему передал доктор Усуи, преподает это дальше, использует творчески. Это мне очень нравится, это меня подкупало с самого начала, и это позволило системе Рейки просуществовать, чтобы ее никто не уничтожил. Потому что после Хавайи Токадо, когда Рейки стала резко распространяться на Западе, появилось очень много желающих закрыть эту школу, объявить ее секты. И даже церковь наша христианская, ортодоксальная, заносила Рейки в списки, так сказать, сект нелегальных и так далее, нехороших, так сказать, учений. Понятно, что под маркой Рейки очень много было всяких тоже, ну, так скажем, мазавшихся, которые называли Рейки свои учения, которые ничего общего с Рейки не имели. Но это позволило Рейки как учению выстоять, его никто не закрыл, ни медики, ни медицинские власти не запретили пользоваться этими методами или обучать, или преподавать. Единственное, там вопросы налоговых дел, то есть вы получаете деньги, это бизнес, значит, вы должны как-то эти статусы решать, да? Вот. И то же самое в Менчу Рейке. Как только мы получили возможность все эти материалы изучить, подняться там на всех уровнях, познакомиться, нам обязательно нужно было погрузиться в эту систему. И поэтому я организовал две поездки в Японию по местам доктора Усуи. Благо, что у нас вот был сын мой, он очень хороший переводчик, он владеет японским, как своим родным вторым русским языком, то есть во сне даже на японском разговаривает. Вот. И благодаря этому у нас был доступ в монастыри, в различные места, потому что японцы все изучают английский язык, никто разговаривать не может по-английски. И как только он начинал по-японски с ними разговаривать, они нам открывали ворота, разрешали заходить и все прочее. То есть я возил учителей наших именно туда, чтобы они познакомились с этим антуражем и выстроили свою духовную связь с доктором Усуи и с этим учением. На горе Курама помедитировать, во всех этих монастырях поездить, помедитировать. Это очень здорово. И с той целью, чтобы потом они сами возили своих студентов туда. То же самое произошло с Тибетом или с Непалом и с Бутаном. То есть мы точно так же ездили несколько раз, ну я больше десяти поездок совершил, и, как правило, это всегда с группой мы ездили, разных студентов или одних и тех же, неважно. Мы получали, конечно, определенные учения, которых, допустим, Лама Йоши не успел мне передать, как вот Ваджакилай или Зор, да, или Чот учения. Эти два учения, Чот и Зор, они не входят в основной курс Минчо-Рейки. Лама Йоши вообще преподавал таким образом. У него было 12 всего посвящений, в основном курсе. Все остальные посвящения он давал как дополнительные посвящения, дополнительные курсы. Это мне уже пришлось все ввести в один единый курс и разделить это первая, вторая, третья, четвертая ступень. И все эти посвящения в стоимость одного, так сказать, курса по ступени, по каждой. Вот. А Лама Йоши нет. Он приглашал отдельно на каждое посвящение, естественно, брал деньги за все эти посвящения и давал учения уже по конкретным делам. Ну, те, кто американцы, они могли там приехать быстро, там дороги хорошие, а вот таких, как я, конечно, туда не налетаешься. И то же самое для меня передавать в Россию, это было просто нереально. И я немножко формат преподавания изменил, уместив все это в четыре ступени. Хотя Лама Йоши изначально, когда начинал преподавать, у него было семь ступеней. Потом он скатился на три ступени и плюс дополнительные курсы. Вот. И когда мы уже начали наезжать в Тибет, естественно, мы получали курсы. Мы знакомились с Ламом, мы знакомились с духовной линией, в том числе Друппа Кагью, Карма Кагью, линии, которые наши родственные линии. И как бы мы тоже выстроили духовную связь с буддизмом и с линиями передачи. И учителя, сенсей, получили возможность, поездив со мной несколько раз, спокойно уже возить в свои группы. Поэтому я считаю, что моя функция в этом плане как гида туристического выполнена. Если я когда-то и поеду, то, ну, может быть, я повезу детей, внуков, так скажем. Или мне будет интересно с кем-то из вас там встретиться. Но я уже вас везти не буду, мы уже будем встречаться там, так скажем. То есть теперь вам повезло, в вашей школе вообще повезло. Виталий, он молодец. Он так проникся в это дело. Он готов, я так думаю, ездить туда два-три раза в год. А вот шоу, в общем-то, в принципе, и было. Поэтому зачем вам еще что-то, кого-то где-то искать, когда ваши учителя с удовольствием вас повозят? Да, так и есть. Два раза в год Виталий водят. Так что все желающие, пожалуйста. Вопрос был. Какие посвящения вы даете в менчу рейки? Мы сейчас не будем отвечать, потому что это есть на сайте. Если что, напишите мне. Я вам скину всех бут, они есть. Вопрос требований на ступень учителя рейки сенсея Мэнчо в нашей школе. Вопрос связан с тем, что разные учителя дают разные требования. В принципе, они у нас унифицированы. Они унифицированы, они мной расписаны. Вообще нашей школе повезло универсально у рейки, потому что Кивин, он был очень педантичный. Мой мастер, он прям четко расписал по пунктам, какие требования, какое время между ступенями. Есть формы для собеседования на третью ступень, на учительскую ступень. Если учителя немножко по-другому к этому подходят, то это уже их личное изобретение. А так как в рейке, становясь учителем, я им выдаю сертификат учителя и говорю, все, я тебе не начальник, у тебя прямые отношения с абсолютом. То есть как ты выстроишь это уже, так сказать, ты потом кармически будешь отвечать за это дело. То есть я здесь сильно вмешаться не могу. Когда, конечно, идут очень большие нарушения, тормозят очень сильно продвижение людей или еще что-то, я, так сказать, слегка мягко вмешиваюсь. Но выпустив этих учителей, даже если они что-то делают неправильно, они все равно мои дети, что называется. Я, конечно, какую-то ответственность несу, но только чисто такую ответственность, что, ну, видимо, я не до конца их убедил или не до конца им все это передал, как нужно. И тут уже я ничего изменить не могу, но все это прописано. Если кому-то очень интересно, я могу прислать эти материалы, то есть как собеседование проходит и так далее. Хотя, конечно, это все на учительской, на сессийской ступени преподается. Да, хорошо. Так, сейчас очень много школ рейки, много мастеров на рынке. У нас, говорят, сейчас эзотерический супермаркет, рейки, кундалини, рейки там всякие разные. Как вы считаете, почему все это называют рейки? И как, наверное, отличить настоящие рейки от нерейки? Значит, ну, вопрос интересный. По моим вот таким подсчетам или обзорам, больше 30 только устоявшихся школ рейки по миру. Значит, если доктор Усуи медитировал и получил вот эти четыре символа, и в том виде материала, которые он потом преподавал, а почему он это сделал? Потому что буддийский вариант, ну, так называемый, менчо-рейки сейчас, он понимал, что этим он ограничивает количество своих студентов. То есть студенты, которые не буддисты, даже просто материалисты, они, получается, исключены будут из того списка, который мог бы получить это учение. И он в конце своей жизни мучился вопросом, как же представить это учение таким образом, чтобы оно не было связано с религией, с буддизмом там или еще как-то. И вот он пошел тогда медитировать на гору Кураму, и в результате вот этой истории, когда он просветлился, и ему это все было показано. И Будды, и символы были показаны в образе символов, в образе шаров, в образе цветов. И как это все можно применить? И вот тогда и появилась универсальная рейки, то есть, ну, упрощенная схема или упрощенный вариант универсального рейки. Ну, и многие западные учителя, да, и российские тоже говорят, ну, если он помедитировал, вот я тоже практикуюсь, и вдруг ко мне приходит новый символ, да? Я его добавляю как дополнительный символ, там, может быть, я его нашел где-то в старинных текстах или еще что-то, я его чувствую, он работает таким образом, и называет уже рейки, там, плюс рейки, еще как-то, да, дополнительно. Или те же позиции. Доктор Усуя, он позиций никаких не применял. Он был, обладал сверхчувствительностью, он только проводил руками вдоль пациента и знал, где нужно заниматься, да? Вот. Доктор Хаяши понял, что все ученики не могут быть суперсенситивными, и он утвердил нам 12 позиций, что, в принципе, очень хорошо для нас работает. Когда это пришло на Запад, после Хавайи и Токата, западные учителя поняли, что в том варианте они преподавать, конечно, не смогут западным студентам. И они уже это дело переложили на западный манер. И вот с этого момента пошло очень большое разделение школ. Во-первых, они через год, после того, как Хавайи и Токата ушла и не назначила преемника, они все переругались между собой и потому что все считали, что они должны быть преемниками, и уже оттуда пошло разделение школ. Я считаю, что в этом, в общем-то, есть и благая хорошая весть. В том плане, что у нас получилось много различных школ, много каких-то дополнений. То есть это был хороший толчок к творчеству. Но энергию Рейки используют все одну и ту же. Ну, с небольшим, может быть, изменением, потому что новые символы добавляют в процессе настройки и так далее. В основном позиции те же самые. И теория, теория, в общем-то, одна и та же, что создав канал в нашем студенте или когда канал образовался в нас, мы являемся генератором, который образует эту энергию, и через нас, через наш канал мы можем ее пропускать дальше. То есть это не наша личная энергия, мы ее не расходуем. Это просто-напросто инструмент, который позволяет использовать это учение. Вот, поэтому я не вижу ничего плохого в том, что очень много школ. А Рейки еще характерна тем, что каждый студент притянется к своему учителю. И каждый учитель притянет именно к своих студентов. И если кто-то из студентов на первой ступени вдруг ошибся и понял, что он пришел не туда, у него всегда есть возможность переучиться, поискать другого учителя, второго, третьего. Вот мне повезло. Меня с первого, так сказать, момента сразу притянуло туда, куда мне нужно. И судя по тому, как в школе практикуется, вы когда приходите и смотрите там на встречах, на семинарах, кто пришел, и как люди практикуются, вторая ступень, ты понимаешь, ты там находишься или не там, твое это или не твое. Может быть, тебе что-то поискать другое. Вот, допустим, даже в нашей школе, Марина, она преподает, у нее семинары идут, ну, часов по 12, да, то есть в день. Это очень много. Я провожу, ну, 8 часов там в день, 2 дня, да. Вот, почему? Потому что она добавляет очень много дополнительных тем, которые она считает, позволяют студентам лучше раскрывать их духовность или, значит, что-то понимать, да, теоретически. Ну, я предпочитаю преподавать классику, так как вот мне по школе передали. Потому что я считаю, что это очень хорошо работает, потому что мой опыт это показывает, опыт моих учеников. Вот, а все эти дополнительные техники, методы можно на встречах передавать или там дополнительные семинары проводить, значит, курсы повышения квалификации, так называемые. Вот, поэтому бояться этого не нужно. Ругать или негативно относиться к учителям, которые преподают что-то там, не имеющее близкого отношения к рейке. Ну, это их путь. Это их путь. Мы все знаем, что такое карма. И если они используют это во благо или с чистой веры, это хорошо. Наверное, кому-то это помогает, да. Потому что если у них не будет студентов, то школа закроется. Так ведь, значит, кто-то все-таки к ним идет. Если они используют манипуляцию и так далее, ну, в конце концов, я их об этом предупреждаю, когда они становятся учителями. Да и так мы все знаем. Если мы что-то делаем неправильно, мы внутри чувствуем, что что-то здесь не так. Вот я бы, пожалуй, так ответил. По-моему, все понятно. Есть еще два вопроса, связанные с текстами. Значит, первый вопрос связан с тем, что спрашивают, почему не передаются сутры на второй ступени. И второй вопрос, почему тантру, простреляющие молнии, дают послушать только на мастерской ступени? Почему мастеру практику не дают послушать эту тантру? Ну, по поводу сутры и так далее, я уже объяснил, что как бы у меня просто руки не дошли, чтобы их туда вставить и доперевести. То есть я написал, что здесь должны быть сутры, да? Вот. Но вы знаете разницу, мы объясняем, что такое сутры, что такое тантры. Тантры – это секретное учение, сутры – это учение для всех, да? Вот. То есть просто у меня руки не дошли, я посчитал это менее важным, потому что нужно было заниматься чем-то другим, более важным. Я пару раз рассылал своим учителям, студентам, которые просили эти сутры, и у них были знакомые, кто мог бы перевести, но перевод так до сих пор я не получил от них. То есть, видимо, придется мне самому засучивать вверхова и это дело довести. По поводу тантры просветляющей молнии. Это тот базовый документ, на котором вообще базируется все учение. Сколько лет этому учению, мы толком не знаем, это несколько тысяч лет. То есть это не то, что там от доктора Усу или от Будды-медицины это пришло, а это может быть даже вообще... Ну, мы, конечно, говорим, что это от Будды-медицины, вот. Но сколько тысяч лет, мы не знаем. И в этой тантре заложена как бы вся основа, вся информация, вся глубина, да? И давать ее на первой, второй и даже третьей ступени, ну, наверное, будет неправильно. У Ламы Йоши было три ступени, он ее давал на третьей, то есть на последней ступени, сенсейской, да, мастерской, сенсейской ступени. Вот. Так как у меня четыре ступени, то, естественно, я это перенес на четвертую ступень. И вы посмотрите, что у нас материалов от ступени к ступени идет удвоение. То есть вторая ступень в два раза больше, чем первая. Третья ступень еще больше. То есть третья ступень настолько там мощная, загруженная, и там столько курсов, что их можно осваивать десятилетиями. И если еще сюда тантру нагрузить, даже если кто-то, ну, так сказать, проникнется и поймет сразу ее, потому что там посвящение в тантру должно быть. Вот. Поэтому я посчитал, что четвертый – это самое правильное будет для нее, для этой тантры. И так оно очень хорошо для нас, для всех работает. Потому что там мы уже можем и творчески подходить, и проникнуться на всю глубину вот этой тантры. Ну, принимайте так, как есть. Да, давайте еще последний вопрос. Мы уже с вами давно сидим. Я возьму на себя ответственность не задать вопросы те, которые, я считаю, можно найти ответ где-то у наших учителей. Давайте, наверное, такой вопрос. Как правильно спрашиваю? Значит, стандартная история, что многие менчевцы работают до сих пор по найму. Как бы вы расставили приоритеты, чтобы не страдала ни одна из сфер жизни, саморазвития? Какой рецепт вот для этих людей, кто работает сейчас по найму, чтобы правильно выстроить приоритеты и двигаться к духовному развитию при помощи наших методов? По найму имеется в виду, что у них есть какая-то основная работа, которая средства в существовании им дает. Ну, я кратенько сказал в предыдущем нашей встрече, что изначально я бы советовал или вот наблюдаю по практике, что когда люди приходят уже во взрослом возрасте, 35 и больше лет, они уже прошли часть своей земной жизни, то есть они уже получили образование, у них есть профессия, у них как-то выстроен бизнес или по найму они работают. То есть у них есть заработок и они существуют, там уже квартира, дом, жилье обеспечено. И тогда уже появляется немножко высвобождается время на вот эти духовные практики, которые, особенно как менчуреки, требуют там 2-3 часа в день работать. Это очень много. Это первый был бы совет, но если есть такие реинкарнированные взрослые души, которые там чуть ли не с детства готовы уже бежать сразу в этот буддизм и все понимают и готовы практиковать, здесь, конечно, достаточно вопрос сложный, потому что таких обычно нужно отправлять в монастырь, где как раз ими место. Все будет обеспечено, только сиди и занимайся. Но у нас на Западе таких возможностей практически нет, поэтому нам приходится вот тут эквилибристикой заниматься, совмещать все это вместе. Значит, в любом случае физический план это приоритет, потому что без физического фундамента плана, без семьи, без детей вы не сможете нормально существовать. Как только вы пойдете в высшие уровни и там вас начнут гонять по эмоциям, по низшим планам и так далее, и так далее, вы можете просто быть неустойчивым. Сломаться, свалиться, сгореть. И вот физический план всегда подкрепляет. То есть у меня в жизни были моменты, когда было очень тяжело, даже я вот в коме 10 дней был, нападение на школу было и так далее. И когда я еле-еле вышел из кома, первое желание было, все, я больше этим не занимаюсь, иначе меня убьют, и дети останутся без отца. Но потом, когда я очухался, я сказал, нет, буду до конца идти. То есть понятно, что есть какие-то последствия и все не так просто. Значит, я бы посоветовал просто-напросто проходить как минимум вторую ступень в универсальном менчурэйке, потому что, ну хотя менчурэйке с первой ступени позволяет работать дистанционно. То есть совмещать свою основную работу со своими практиками по мере возможностей, но и подрабатывайте еще через оказание вот этих медицинских целительских услуг. Потому что все равно школа наша целительская школа, и это как бы наше правильное предназначение, и пока не будешь заниматься практикой, до конца не поймешь теорию. Вот. И оказание целительских услуг дистанционно, оно рано или поздно приведет к тому, что, ну во-первых, у вас появятся деньги, и может быть не нужно будет потом ходить на ту основную работу, которая вам не совсем нравится, или вы ее не любите, или хотя бы найти другую работу, где вы будете меньше заняты, да, может быть с меньшей зарплатой. Вот. Вы переключитесь. Я приводил пример, что мастер, который обучал моих мастеров на первой ступени универсального рэки в Гонконге, он занимается только дистанционным целительством. У него запись на месяц вперед. У него результаты просто исключительные. То есть этого можно достичь. Можно таким образом совмещать. Но вообще это индивидуальный вопрос, и каждый, конечно, должен думать сам. Есть такие моменты, что когда один человек в семье начинает заниматься вот этой духовностью универсальном рэки или меньше рэки, а второй человек в семье против этого, то есть остается на том же уровне, не растет, то семьи распадаются. Это тоже момент, который существует. И тут, конечно, желательно, чтобы все-таки своего супруга или супругу тоже подтягивать. Хотя бы делая им сеансы. Понятно, что это польза от сеансов, но даже так пассивно их вибрации будут подниматься, и они, ну, по крайней мере, не будут активно противостоять или мешать, а наоборот будут помогать. Да. Давайте еще последний вопрос. Здесь Василиса задала. В текстах третьей ступени Менча есть список эликсиров. Полный ли этот список? Список шаров не весь используется. Есть ли список неполный в папке? Есть ли возможность получить полный список? Шары – это камни, я так понимаю. Я понимаю, да. Значит, ну, что такое полный, что такое неполный? Лама Йоши посчитал, что вот эта монография должна быть в таком виде, хотя это пришло, скорее всего, с учетом и вот этих восточных дел, китайских и японских. Вот. Но на четвертой ступени в комментариях к тантре там есть еще одна монография, которая также добавляет нам эликсиры. И вообще эликсиры у нас идут как бы отдельной цепочкой по всей школе Менчо-Рейки. Самый главный эликсир – это мизухари. Универсальный, главный, решает все. С первой ступени мы его получаем, ко второй, третьей ступени мы про него потихоньку забываем, да, энтузиазм проходит, а зря. То есть, это универсальный эликсир, который вообще все исцеляет. Да, экзотика там на третьей, на второй ступени тоже есть эликсиры, на третьей ступени четко монография с эликсирами, зарядка и так далее, и так далее. На четвертой ступени есть дополнительные монографии и по, значит, комментариям к тантре там очень много добавлений вот этих эликсиров. Список к Николаю. Пишите Николаю, контакт есть. Да, да, пишите мне, я с удовольствием отвечать буду. Если вы еще не дошли до этого уровня, но можно вам передать эти материалы, я с удовольствием передаю. И даже ту же тантру, допустим, вон, Марина, я знаю, она изучается своими студентами первой и второй ступени, там отдельные слоки берет и разбирает их. Но хорошо она их разъясняет, там как она чувствует, как она понимает. Это нормальный подход, несмотря на то, что это с четвертой ступени. Вот, я тоже могу там какие-то слоки вам передать, вот, кому-то отдельно, но не всем, потому что нарушения по школе общего не должно быть. Но есть продвинутые личности, которые уже могут получить все. Спасибо большое, Николай, за эти ответы. Я думаю, что самые интересные вопросы мы задали. Часть вопросов я не задал, но их здесь много, и давайте тогда мы их как-то припаркуем. Можно в письменном виде отправить Николаю, я думаю, что он ответит. Я думаю, что этот вариант больше всего для нас работает, потому что вот первая и вторая встречи, в принципе, мы раскрыли все, что можно, да? Дальше только вот уже такое личное общение, я открыт этому общению, с удовольствием буду отвечать на все вопросы. Еще раз благодарю вас от всех нас, от всех подсоединившихся. Запись обязательно сохраню, перешлю. Хорошего вам дня, спасибо всем, что подсоединились, давайте заканчивать. До свидания. Спасибо всем, все, до свидания.